всем привет и добро пожаловать на мое видео сегодня будет макияж и отзывы начала я свой макияж с одной новинки это праймер make up forever step one то есть первый шаг skin equalizer база которая должна выравнивать поверхню кожи сглаживать ее заполнять пор морщинки и так далее сейчас или уже давно в поиске идеального праймера который должен заполнять мои такие довольно заметные поры вот здесь это один из немногих вариантов которые действительно выполняет в свое обещание он очень приятный не слишком тяжелый не слишком только силиконистый как вот очень многие праймеры такого типа да он не полностью сглаживает заполняет поры но он неплохо сглаживает поры и вообще поверхность кожи макияж ложится хорошо но не есть по коже дайте как-то странно мне принципе сейчас нравится результат и видео о всех праймерах которые у меня есть для такой цели заполнения пор и так далее сделаю отдельный обзор обязательно покажу все что у меня есть следующее что я нанесла это мой давний фаворит это очень кроющая пигментированная тональная основа от виши термобленд сейчас для меня работает очень хорошо подходит оттенок для моих потребностей кожи у меня сейчас очень прорывная кожа какая-то хорошо отглаживает носится spf есть все замечательно консилер который я сегодня использовала превышен про у меня есть целый отзыв я там уже говорила обо всем очень классный кстати консилер я там была не уверена буду ли я им пользоваться до им стала пользоваться но я нашла к нему немножко другой подход я подмешиваю его бы более жидкие формулы и у меня это работает лучше всего он тогда не такой тяжелый не такой знаете заметный под глазами он придает пигмента и покрытия всем другим консилерам вот это например catrice камуфляж он и так неплохой по покрытию но недостаточно для меня а сейчас работает именно прям идеально вот эта парочка следующее что я нанесла это кремовый контуринг меня работать в принципе неплохо очень естественно даже на день на дневной макияж супер тушуется ложится на коже мне очень нравится это catrice пудра я добиваю эльф своей уже сто раз я показывала и поверх как финишную такой знаете завершающий этап аля our glass который все любят и хватит у меня тоже есть это же и люблю но я ищу что-то такое знаете более бюджетное чтобы придать коже холености я сразу увидела ранницу когда я нанесла вот матовую до пудру и на нее чуть-чуть легкой рукой движением вот эту с подсвечиванием и результат вообще другой коры какая-то такая живая стала одни такая плоская и матовая да кто любит конечно и это не прям идеальный вариант для тех у кого текстурная кожа там прыщики прям не то что мне нужно сейчас но мне хотелось использовать в этом видео показать эту пудру в деле и можно использовать как хайлайтер как струбим на выпуклые выступающие зоны вот на лоб чуть-чуть вот сюда на подбородок и тогда я вот совсем легкой рукой вот так на все остальное прям на бронзер на хайлайтер и мне очень нравится как выглядит вот эта пудра на коже она не подчеркивает текстуру кожи классный вариант и неплохая замена не аналог а вот неплохая замена our glass ambient powder дальше я использовала тоже что у меня сегодня такой сияющий потому что может быть праймер матирующий и тональный не самый такой живой на коже да и мне хотелось оживить кожу поэтому использовала тоже такой более живой подсвечивающий слегка не слишком матовые наглухо такой продукт от революш я уже несколько раз его показывала на канале очень классный бронзер настоятельно вам советую присмотреться это такой чуть под тепловатый но он как раз замечательно сочетается именно с прохладным вот этим контурирующим стиком классная вещь дальше что я нанесла на губы это бальзам от веледа сначала мне он не очень понравился на губах он лежал как-то тяжеловато пленкой но за минут пять-десять пока я красилась все остальное там делала он питался он смягчил губы замечательно подготовил к нанесению матовой помады который я сегодня нанесла матовая помада легла намного лучше не подчеркнула сухости ощущение что губки смягчились я перед этим использовала еще скрабля губ неплохая вещь привкус немножко такой странные нету одушки но запах не самый приятный здесь но вещица очень интересная здесь есть все-таки немножко оттеночный бальзам оттенок немножко он не явный это прям такой очень неудовый кстати такой оттенок berry red он не он вообще не ягодно красный как вот говорится названием дальше что я использовала для бровей это пудра от 2 мне понравилось очень пигментированная при этом мягкая очень напомнила мне мою любимую пудру от golden rose которая стоит на 2 евро каких-то это подороже я точно цены не помню я покупала с 50 процентной скидкой для этой цены замечательный продукт есть слишком дорого то советую вам golden rose классный оттенок мне очень подошел это dark brown он не слишком холодный не слишком темный мне кажется он хорошо вписался в мою внешность гармонирует с моим оттенком волос и тенком волос бровей потому что он у меня черный я искала что-нибудь еще интересное так сильно люблю свою пудру для бровей golden rose но постоянно показывать хотелось что-то другое вам предложить если вам интересно то вот это опять наверное мой новый фаворит что я использовала поверх пудры так как пудра для бровей не самое фиксирующее средство низовая стойкая это такой очень бюджетный вариант от catrice lash and brow designer такой гель прозрачный он не чувствуется вообще на бровях но при этом он и не фиксирует нифига изнесло я редко использую такую лексику моей речи но значит не скажешь да сделано во франции есть и потенол увлажняет так далее не чувствуется например вообще ну и вообще не чувствуется никакой фиксации такое знаете баловство я не знаю я вряд ли буду пользоваться им дальше хотя у меня есть я как-то что-то там прочесываю немножко укладываю но брови опять-таки двигаются вот эта бровь как не лежит так не лежит так как им хочется я ищу более фиксирующий гелибры если у вас есть рекомендации то пожалуйста оставьте мне в комментарии я буду очень благодарна что я впервые сегодня использовала макияже это такая вот палеточка очень красивые оттенки мне очень нравится это макс фактор мастерпицы ньют к лучшим ай шару оттенки 2 боли ньют мейтинге сделано в канаде почему 6 месяцев стоит не знаю можно использовать сухие продукты сколько влезет честно говоря очень приятная палеточка тени мне кажется она подойдет всем наверно она не слишком теплая не слишком рыжая но при этом золотистая очень достойно смотрится на глазах да макс фаттер не самый бюджетный бренд ищите хорошие скидки на эту палетку у нее есть другие красивые варианты я почему-то решила взять вот эту золотистую на нее была хорошая скидка здесь есть два оттенки которые знаете далеко не золотистые но они очень гармонируют с другими оттенками этой палитры черный для выделения глаза можно как и смоки сделать как и просто провести по линии ресниц как я сегодня сделала и есть чуть потемнее хаки есть посветлее хаки коричневые шоколадные очень красивые золотистые не банальные оттенки я бы сказала что меня немножко смутило это очень высокая мягкость почти что рыхлость этих оттенков да они пигментированы они очень хорошо тушуются ложатся на века но у меня и осыпашки были и прям ну очень такая знаете мягенькая шелковистая текстура да очень красивый шиммер не дешевый не банальный как я уже сказала пока что мне приятное впечатление этой палетки его поставили 4 с плюсом почему не 5 с минусом потому что меня что-то все-таки немножко смущает вот в растушевке пока что на меня не прям мега впечатлила вот не на 5 нет вот на 4 с плюсом я считаю что это хорошая оценка этой палетки еще и попользуюсь обязательно как-то оставлю отзыв еще поподробнее я сначала нанесу вот этот такой телесный на все века вот это телесный не очень сильно пигментированный дальше я возьму такой бежевенький в складку века дальше я возьму все таки вот этот не слишком темный во внутрь глаза я возьму вот этот такой шиммер на шампанский какой-то хочу насти пальчиком и последнее что я использовала сегодня я же томатовая помада от бренда love match devotion комфортная не лежит каким-то пластилином каким-то непонятным слоем на губах очень подвижная но при этом стойкая очень комфортная пигментированная красивейший оттенок супер помада я вообще обожаю продукты для губ бренда love такая за день легкая текстура незаметно на губах не делать такой знаете куриную жопку из губ не научена если вы доступен этот бренд если мы доступна это помада жидкая очень классный вариант она мне по качеству даже напоминает некоторые люкса который у меня есть например жуэ но это даже более комфортная более легкой и более приятно честно вот такие отзывы много чего я потестировала и оставила отзывы я надеюсь что вам было интересно провести свое время со мной вы узнали что-то интересное посмотрели в действии это косметические продукты и надеюсь увидеть вас в моем следующем видео я вам желаю отличного дня хорошего настроения и пока пока